Всем привет, это инфакт на StopGame.ru и новая рабочая неделя. А начинается она с повода для спекуляций, пищей для которых выступает новая Call of Duty Modern Warfare. Перезапуск МВ покинул российскую ветку магазина PlayStation Store и возвращаться не планирует. Как следствие и бета-тесты на четвертой плойке на территории РФ нам не светят. При этом на персональных компьютерах и Xbox One всё по-старому, с них новая колда никуда не делась и тестирования пройдут по намеченному графику. О причинах данного происшествия судить не берёмся, но уверен, вы сами в комментариях сможете выдвинуть тысячу версий. Кстати, раз уж пошла такая пьянка, мы тут заметили, что инфакт то попадает в игровые тренды, то не попадает. Давайте проведём эксперимент. Напишем каждый по комменту, слов из пяти или побольше, любую билиберду, просто для массовости. А то есть гипотеза, что количество комментариев под видосом влияет на попадание в тренды. А мы вам в последующих выпусках отчитаемся о результатах опыта. Навались, ребята, даже те, кто сроду ничего не комментирует. Ну вы поняли, ради науки. Авторы Nioh 2 ждали больше года после анонса, чтобы пролить свет на свою новую игру. И дождались, наконец, выставки Tokyo Game Show 2019. Итак, вторая часть этого соус-лайка окажется приквелом первой. Сюжет здесь разворачивается в конце 16 века. Главного героя в этот раз нужно будет слепить в редакторе самому. И вообще он окажется наполовину человеком, наполовину сверхъестественным существом, каких тут принято обзывать словом Йокай. Благодаря чему наш протагонист сможет превращаться в демона и проводить некие антинаучные атаки. Других Йокаев нам придётся изничтожать в тёмном измерении. Лёгкого режима в игре не будет, но всё же упростить себе жизнь получится. В КАОПе на троих или путём призыва на помощь управляемых компьютером в версии других игроков. Выходит вторая НИО в начале следующего года на PlayStation 4. Впоследствии, возможно, появится и на других платформах. В конце концов, первая часть на ПК есть, а что касается второй, то ни о какой эксклюзивности Sony нигде публично не заявлялась. И, между прочим, с 1 по 10 ноября на Плойке будет проходить открытое бета-тестирование. Так что, Sony Boy, не упускайте шанс пощупать новую НИО раньше выхода. Канадская студия со звучным названием «Клей», отметившаяся такими тайтлами, как «Mark of the Ninja» и «Oxygen Not Included», готовит новый релиз. Экшон «Хот Лава». В нём игроку отводится роль фигурки персонажа из мультсериала. Кстати, сериал публикуется на канале Клей Интертеймент. Который светит перспектива проскакать по различным помещениям. Проблема в том, что пол — это лава. По геймплею это эдакая Mirror's Edge — покорение полос препятствий с видом от первого лица. Также предусмотрены кооператив до 8 игроков и редактор уровней, которыми потом можно делиться в мастерской Steam. В магазине Габена релиз и состоится, 19 сентября. Мало кто сейчас, наверное, не пользуется Дискордом для связи с друзьяшками во время киберзаруб. Как вы знаете, Дискорд предлагает подписку Найтра, дающую возможность заливать объёмные файлы, использовать анимированные смайлы, и в том числе предоставляющую доступ к библиотеке игр, всяким индюшкам и старым блокбастерам. Так вот, с 15 октября доступ к играм будет закрыт. По словам держателей сервиса, подавляющее большинство юзеров этой возможностью не пользуются. А в октябре как раз истечёт срок действия контрактов с издателями, так что лавочку имеет смысл прикрыть. Если кто почувствует себя обманутым и захочет вернуть бабки за подписку, своё получит. Рефанд можно оформить по ссылке в описании. Вместо доступа к игрулькам, Дискорд будет развивать иные фичи для подписчиков, типа трансляции геймплея для друзей в исходном качестве и ещё большего увеличения размера загружаемых файлов. Чернобыль Лайт от поляков из студии The Farm 51 тоже появится в Стиме этой осенью, но лишь в виде раннего доступа. Случится это 16 октября. О том, что можно будет в раннем доступе увидеть, рассказывает свеженький трейлер. Три большие открытые локации, меняющиеся динамически, сюжетка на 8 часов геймплея, 9 миссий, нелинейные диалоги и решения, влияющие на историю, выживание, разные погодные условия, дюжина реиграбельных квестов со случайными неписями и событиями, 4 потенциальных компаньона, стелс, враги-люди и враги-монстры, крафт, строительство базы и прокачка. После запуска в раннем доступе игра будет обрастать контентом до самого релиза, намечена на вторую половину следующего года. Чумовая сказка о скитаниях братца и сестрицы по Франции в компании полчища полумевших крыс, A Plague Tale Innocence, обзавелась демоверсией. Бесплатный пробник, содержащий первую главу истории, доступен на всех трех основных платформах. В честь чего издательство Focus Home еще и скидку сообразило для магазинов Плойки, Хуана и Габена. Если демка заинтригует, время терять не стоит. В Стиме, например, акция заканчивается уже сегодня в 8 вечера. Карточная коллекционка Quint неприлично долго обделяла внимание мобильный рынок. 29 октября игра доедет таки до устройств под управлением iOS. Кроссплей с компами и консолями поддерживается, но вот перенести на мобилку прогресс со внутриигровыми покупками почему-то можно лишь с компьютерной версией. Про Android пока конкретики нет, но ранее речь шла также про осень, просто чуть попозже. Пушистая ролевуха Cat Quest, вышедшая пару лет назад, публике однозначно зашла. 95% положительных отзывов в Стиме. Так что разработчикам из студии The Gentle Bros сам кошачий бог велел браться за сиквел. Что они и сделали. Причем уже даже почти довели начатое до конца. Cat Quest 2 выйдет в Стиме на следующей неделе, 24 сентября. До консолей от Microsoft, Sony и Nintendo тоже доберется, но чуть попозже. И да, Apple Arcade доползет, но тут даже без примерных сроков пока. Если кто не в теме, Cat Quest это ролевой экшен с открытым миром, действия которого разворачиваются в фантастическом королевстве котов и собак. Играть в продолжении разрешается хоть за котю, хоть за пёсю. Причем как в одиночку, так и в коопе. Выделенные авторами особенности второй части игры напоминают классический сиквел. Больше заклинаний, больше подземелий с новыми ловушками и препятствиями, новые способности, квесты, истории, заклинания. В общем, больше всего. На нашем сайте StopGameru тоже материалов с каждым днём всё больше и больше. За выходные появились обзоры игр Sinslayers и Catherine Fullbody, а также видео от Васи Гальперова, в котором он разбирает откровенную японскую дичь под названием City Shrouded in Shadow. Ссылки в описании. Удачной всем рабочей недели. До скорого.